Снижение лимита. Севастополь готовится к существенному ограничению подачи электроэнергии. В контроль качества продуктов на северной стороне открыли государственную лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы. С юбилеем ответственный секретарь ветеранской организации Ленинского района Алевтина Пономарева отметила 70-й день рождения. Айти-специалисты в информационной академии, первый выпускной. Художественные четверги в Севастопольском музее имени Крошицкого стартует проект, посвященный искусству и культуре. Владимир Путин подписал федеральный закон об изменении порядка проведения внеплановых проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на территории Крымского федерального округа и в свободной экономической зоне. Информация опубликована на сайте администрации президента. Документ был принят Государственной думой 23 марта 2016 года и одобрен Советом Федерации Федерального собрания 30 марта. Нормативный акт отменяет необходимость согласования внеплановых проверок с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. При этом сохраняется необходимость согласования с органами прокуратуры и пятидневный срок до их проведения. Севастополь готовится к существенному ограничению подачи электроэнергии. Информацию озвучили в среду утром на заседании оперативного штаба ликвидации последствий ЧАЭС. Накануне свет по районам отключались с 19.30 до 21.45. А всю следующую неделю с 11 по 17 апреля в связи с монтажными работами на энергомосту лимит для Севастополя установят в размере 140 мегаватт. Однако дефицит электроэнергии даже в том случае, если отключить котельные, составит минимум 20 мегаватт. Напомним, отопительный сезон по нормам завершается, когда среднесуточная температура 5 дней держится в 8 градусов. Губернатор Сергей Миняйло поручил департаменту городского хозяйства проработать все возможные варианты для экономии электроэнергии на период понижения лимита. Посмотрите, может быть есть смысл, чтобы не ограничивать живой сектор и по максимуму сэкономить электроэнергию. Может быть на дневное время, с учетом прогноза погоды, котельные наши отключать. Если необходимо проводить потопку в связи с прогнозом погоды, если возможное понижение температуры, проводить потопку, как мы это делали в конце ноября, начале декабря. Кроме того, Сергей Миняйло потребовал от городских служб повышенного внимания в вопросах благоустройства Севастополя и охраны правопорядка. Озвучил, город планирует закупить мобильные опорные пункты и установить их в тех районах, где нет стационарных. Соловики сейчас просчитывают наиболее оптимальные варианты. Напомним, информационный канал Севастополя продолжает прямые трансляции заседания оперативного штаба. Узнайте первыми обстановку в городе ежедневно в 9 часов утра. Водоканал реконструирует артезианскую скважину в поселке Солнечный за собственные средства. Об этом на оперативном штабе по ликвидации ЧАЭС заявил директор предприятия Николай Перегуда. Скважина в поселке требует перебуривания, так как не обеспечивает необходимые объемы. Губернатор Севастополя Сергей Миняйло поручил внести в протокол заседание выполнение работ на скважине поселка Солнечный за средства водоканала. За наши деньги с одним исполнителем мы готовы сделать в течение двух недель. Водокоплен был насос в 70-е годы полностью струбой и мы не можем добиться того дыма, которое она должна давать. И по анализу воды вода с нарушением ГОСТа, мы сейчас обеспечиваем временный насос на станции, временной берем воду с Виленского водовода, который качает на северную сторону и таким путем обеспечиваем. Там нет надежной наставжения, через гизер работает, но обеспечиваем таким путем. 6 апреля 70 лет отметила Алифтина Пономарева, ответственный секретарь ветеранской организации Ленинского района. С юбилеем именинницу поздравили родственники и коллеги. Также в этот день Алифтине Пономаревой и ее супругу Юрию Алексеевичу за образцовую семейную жизнь вручили медаль «За любовь и верность». Они вместе 50 лет. К поздравлениям присоединилась и наша съемочная группа. 70 лет исполнилась Алифтине Пономаревой. Она прожила непростую жизнь. В 13 лет пошла на работу и заочно получала образование. Трудности закалили характер Алифтины Александровны. В ветеранской организации она работает уже 20 лет. Активно участвует в общественной жизни города и того же требует от своих сотрудников. Как утверждают ее коллеги, твердая, настойчивая, но справедливая и добрая. Хороший человек, хороший семьянин, хорошая мать, хорошая бабушка и прабабушка. Бывают у нас, ну это работа, есть работа, даже такие мелкие, знаете, как в любом коллективе. Я говорю одно, она говорит, нет, надо так. Потом приходим к общему согласию. С семьей у Алифтины Александровны все сложилось благополучно. Недавно со своим мужем Юрием именинница праздновала золотую свадьбу. В семье принято во всем слушаться старших, они плохого не посоветуют. За крепость семейных уст Чету Пономаревых наградили медалью за любовь и верность. Своим примером Алифтина Александровна напутствует и современную молодежь. Хочу сказать, чтобы росли достойными, а как достойными. Во-первых, уважали своих родителей, уважали своих дедушек и бабушек. Если зайдет он в этот самый троллейбус, не сам лезь на скамеечку, посади дедушку и бабушку. Чтобы они знали нашу историю, нашу Великую Отечественную войну, чтобы они это читали, чтобы рассказывали. У нас очень много героических, легендарных мест в Севастополе. С юбилеем именинницу поздравили сын и внук. Сын Алексей Пономарев в свое время окончил военное училище, служил в Германии, сейчас подполковник запаса. Признает, что всему лучшему в своей жизни обязан своей самой любимой женщине – маме. У нас большая семья, все мы ее любим, уважаем, ценим. И желаем ей только одного – пусть подольше живет, радует нас, мы ее будем радовать, поддерживать. Всего-всего и дай Бог, чтобы был мир над нашими головами. Своим характером и трудолюбием Алевтина Пономарева заслужила уважение родных и близких. Ее сплоченная семья – образец для подражания. Арсений Ковалевский, Александр Тимофеев, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Еще одну государственную лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы открыли в Севастополе. Теперь на рынке на северной стороне есть свой пункт контроля качества продаваемой продукции. О работе исследовательского центра в следующем сюжете. Рынок «Зевс» на улице Богданово начал свою работу еще в 2003 году. Ежедневно за покупками сюда приходят больше сотни жителей северной стороны. Всего на территории объекта около 170 торговых точек. На прилавках мясные и рыбные изделия, молочная и сельскохозяйственная продукция, мед, сухофрукты и другие товары. Мы продаем овощи и фрукты. Помидоры, огурцы – это наши крымские. Остальные – это уже импортные. Я пенсионер. Хожу на рынок в неделю два-три раза. В основном три раза. Через день, так скажем. Покупаю в основном творог, сметану. Такие молочные продукты. Мы продаем здесь мясную продукцию, произведенную в Российской Федерации, город Воронеж. Когда был карантин, на это время у нас основная продукция проходит с Воронежа. Теперь на рыночной площади стала функционировать государственная ветеринарно-санитарная экспертиза. Открытие такой лаборатории позволит за короткое время проводить все необходимые исследования реализуемой продукции. Данный объект является очень важным для северной стороны. Почему? Потому что особенно в летний период северная сторона принимает много отдыхающих. И, конечно же, они покупают продукцию животного растительного происхождения здесь, на рынке. Данная лаборатория в полном объеме позволяет обеспечить проведение как ветеринарно-санитарной экспертизы, так и лабораторных исследований пищевых продуктов. Тем самым потребитель получает безопасное в ветеринарном отношении на исходе продукции. Новое здание и оборудование по последнему слову техники. Все это стало возможным при поддержке правительства Севастополя. Данная лаборатория абсолютно новая. Оснащена новым оборудованием, которое было закуплено при поддержке правительства города Севастополя по государственной программе обеспечения ветеринарно-санитарного и эпизодического благополучия. Ее мощностей хватит для всех исследований, для всех предпринимателей, которые будут поставлять сюда продукцию животного и растительного происхождения, и для проведения исследований и выдачи заключений. Работники лаборатории рассказывают, проверить свежесть и качество продуктов питания можно уже сейчас. Ежедневно над экспертизой товара тут будут работать до пяти специалистов. В нашей лаборатории имеется пять рабочих мест, из которых первое рабочее место – это место исследования мяса и мясной продукции. Второе рабочее место – исследование рыбы и рыбной продукции. Третье место – исследование яиц. Четвертое место – это исследование растительной продукции, меда и растительных масел. И пятое место – это исследование молока и молочной продукции. Теперь можно с уверенностью сказать, вся продукция, поступающая на прилавки рынка «Зевс», будет проходить самый тщательный контроль. Алевтина Игнатьева, Данила Паршин, информационный канал «Севастополя». По сообщению правительства Севастополя, 9 апреля в городе будут бесплатно прививать от бешенства собак и кошек. Вакцинацию проведут с 10 до 15 часов по адресам генерала Острякова 192 и генерала Острякова 106. Информацию можно получить по телефону 40 22 98 или плюс 7 978 146 12 77. Вакцинацию проводит Севастопольский ветеринарный центр. Развитие сферы компьютерных технологий и помощь юным дарованием. Такую задачу поставили перед собой руководство Севастопольского государственного университета и IT-компании «Алвион Европа», создав на базе учебного учреждения информационную академию. 6 апреля ее первые выпускники получили дипломы. Репортаж Арсения Ковалевского. «Алвион Европа» уже более 12 лет успешно конкурирует на рынке IT-технологий, сотрудничая как с российскими, так и с зарубежными партнерами. Представители компании уверены, создание обучающих курсов для севастопольских студентов, где они смогут обучиться прикладным навыкам программирования, заполнит брешь на рынке квалифицированных кадров и поспособствует развитию бизнеса Севастополя. Что мы можем предложить студентам и вообще университету, это новые знания, которые они могут реально применять на практике в любой компании, то есть более углубляем то, что они базу, которую они получают в университете, но и могут поработать в любой компании. Также мы думаем о решении каких-то более сложных задач, привлечения преподавателей тоже к сложным задачам проектным. Мы надеемся на использование вот этих студентов, что нам поможет как бы наращивать базу и количество сотрудников также, и они будут помогать, в том числе опять учиться дальше и дальше уже работниками нашей компании. Денис – студент третьего курса факультета информационных технологий. Говорит, программированием увлекается уже более четырех лет. Как только узнал об открытии Академии, сразу подал заявку на обучение. Теперь, спустя полгода напряженной учебы, с гордостью показывает диплом и рассказывает о своем научном проекте. В рамках третьего-четвертого курса нам дают в основном только общие знания, но также углубляются в базовые знания. Однако преподавание в университете, оно в основном консервативное. Айти Академия, она дает конкретно именно практические знания, которые сейчас востребованы на рынке. Мой проект – это веб-система «Курс Клауд», которую я разрабатывал вместе со своими друзьями. Это веб-система для отображения образовательных мероприятий, для поиска по ним, для записей и так далее. Этот проект был демонстрационным, но его можно очень сильно применять в различных сферах. Например, его можно сделать агрегатором образовательных мероприятий для всего города. То есть сделать единый сайт, который будет использоваться нашим СИОСКБ правительством, и в нем размещать ссылки на все современные актуальные мероприятия в плане образования, как мастер-классы, тренинги, просто какие-то курсы. Мне бы хотелось работать в области веб-разработки, в области мобильной разработки, гейм-девелопмента и искусственного интеллекта. Также поддержкой талантливой молодежи активно занимается правительство Севастополя. В данный момент уже разрабатывается ряд проектов по сотрудничеству бизнес-сферы города с институтами и проведению обучающих курсов и мастер-классов. Сегодня замечательное мероприятие для Севастополя, для Крыма в целом. Это наша IT-академия делает первый выпуск наших студентов по IT-направлениям. Вот кто бы что ни говорил, что там что-то в Украине было лучше, хуже, что при России здесь в Севастополе что-то изменилось. Ну, говорят, что IT-технологии отмирают, IT-специалистов нет. Есть. Вот молодежь, сегодня выпуск, они сейчас защищают свои дипломы, защищают блестяще. Это ребята, которые знают, что они делают и знают, что они будут делать. Они будут работать в Севастополе, и поэтому в добрый путь им всем. А IT-технологии, мы никуда от них не денемся. Они уже ворвались в нашу жизнь. Мы не только заинтересованы, мы всячески поддерживаем и губернатор Севастополя, и правительство Севастополя. То есть и программы, которые по развитию IT-технологий, и вы знаете, что у нас есть. И ГУП у нас есть, и направление в правительстве, которое развивает это все дело. Поэтому без IT-технологий сейчас невозможно. Лучших выпускников Академии, помимо дипломов, ждет возможность проверить свои силы в качестве практикантов компании «Альбион Европа», где в случае успешной стажировки они будут приняты на работу. Арсений Ковалевский, Александр Дементьев, информационный канал «Севастополя». Каждый четверг Севастопольский музей имени Крашицкого теперь будет художественным. 7 апреля здесь стартует проект, посвященный искусству и культуре. Начало в 17 часов. В программе первого дня открытие тематического дискуссионного клуба, мастер-класс по изготовлению кукол Мотана, показ кинофильма о декоративно-прикладном творчестве и познавательная лекция о японском изобразительном искусстве. А уже через неделю горожане встретятся с крымскими и севастопольскими живописцами и посетят выставку изделий ручной работы. Каждый четверг до 1 октября музей будет открыт с 10 до 19 часов. Список мероприятий на сайте учреждения. «Исходя из накопившегося опыта, исходя от того, что мы приближаемся к 90-летию, и мы хотим как можно больше и шире пропагандировать то достояние России, которое находится у нас в фондах, рассказать об искусстве, об истории искусства. Чем характерен первый четверг, 7 апреля? Что мы в этот день постараемся показать всю палитру того, что мы планируем показывать и рассказывать в течение с 1 апреля по 1 октября. В течение полугода мы изучали запросы наших посетителей и выяснили, что они очень разнообразны. И вот на художественной четверге мы как раз и собрали все то, что мы не могли дать людям в обычное время». И это была последняя информация выпуска. В студии работала Наталья Двойцина. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова